Суворовский район, где Геннадий Труханов получил на выборах наибольшее количество голосов, пожинает плоды своей доверчивости. Жилмассив Котовского заполняется торговыми павильонами, проще говоря, будками, которые ставят на все свободные места, не спрашивая мнения горожан. Жители нескольких домов по улице Марсельской вышли протестовать. Посреди тротуара неизвестные предприниматели вознамерились поставить три торговые павильона. Если это произойдет, пешеходам останется узенькая тропинка, где с трудом разминутся два человека. А во дворе будут все прелести, связанные с работой маленького магазинчика. Мусор, отхожее место, толстые наглые крысы и пьяные бомжи. О чиновниках мэрии здесь высказываются в таких выражениях, что не каждое выступление можно и показать. Мы выбрали лишь некоторые. Они даже не представились. Приезжал представитель городской власти, я попросила представиться, кто он такой, какой он занимает должность. На что он стоял, подсмеивался, ничего не ответил. Послушал нас, развернулся и ушел. Это была единственная улица у нас, по которой можно было пройти на трамвайную остановку, на автобусную остановку. Отсюда у нас дорога ведет к морю, потому что вторая часть улицы, вторая половина улицы, вся застроена ларьками. Это была единственная часть улицы, по которой могли програвляться старики, мамы с колясками, просто молодые люди. Теперь у нас эту половину тоже забирают. Никто, ни один человек из нашей городской власти не поинтересовался, а хотим ли мы этого. Я являюсь жителем этого района 68-го года. Я тут считаюсь первожителем. И такого безобразия за все это время я еще не видела. Я не представляю, как можно ту часть дороги, где ходят люди, вот такую, так и сковеркать, и такое из нее сделать. У нас сейчас достаточно торговых, достаточно магазинов. Есть магазин Таврия, который открылся где-то года два тому назад. Есть магазин АТБ, который открылся в начале этого года. Нас это вполне копейка там за углом, нас это вполне устраивает. Я инвалид второй группы, вот иду в поликлинику, я не имею где присесть. Сняли скамейки и заняли прохожую часть. Вместе с досками и строительными вагончиками рабочие привезли рекламный щит. Оказывается, базарный беспредел творится с разрешения исполкома и департамента муниципальной безопасности. И называется это благоустройством района. То есть делается на благах горожан. Этим благом уже заполнена и улица Марсельская, и прилегающий к ней проспект Добровольского. Будки, магазины побольше и целые торговые ряды развелись во множестве. Суворовский район все больше превращается в сплошной базар, за которым скоро и домов не увидишь. Причем рядом есть универсамы, Копейка и Таврия, где можно купить все, что нужно. Местные жители часа за два собрали уже более 300 подписей под обращением городским властям с требованием прекратить захламление улицы и продолжают собирать. Но даже если и ставить новые павильоны, то есть место, где они никому не помешают. Метров через 300 в конце улицы целая площадь. Торговцев такое расположение не устраивает. Им надо обязательно поперек тротуара, чтобы все прохожие лбом ударялись в стену магазина. Может быть, гражданин Труханов думает, что такое благоустройство поднимет его рейтинг? Он ошибается. Если на Думской площади хотят услышать голос народа, то вот он, такой, какой есть, без цензуры. Как говорится, от имени и по поручениям громады. Центр загадили, они уже и к нам подбираются. Мы, так сказать, окраина, по скот, они точно хотят нас всех в скотов превратить. Мы голосовали за Геннадия Труханова. Мы его очень поддерживали, потому что нам нравилась его деятельность. Нам нравилось, как он приводил поселок Котовского в порядок. И мы сейчас хотим обратиться к нему. По возможности, чтобы он, если он сможет, приехал сюда к нам и выслушал наше мнение. Потому что мы против возведения этих ларьков. Часть одесситов еще верит, будто избранный имя мэр ничего не знает о делах своих подчиненных. И напрасно. Им придется разочароваться. Своим отношением городская власть подогревает народ. Хорошо, если местные жители смогут удержать себя в рамках закона. Когда же ночью в будке полетят бутылки с зажигательной смесью, будет поздно. Как это уже произошло недавно на конечной остановке маршруток в Книжном переулке. Дежурный умер от полученных ожогов. В команде Труханова не сделали выводов. Погоня чиновников за быстрыми деньгами продолжается. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУ.